Добрый день, дорогие подписчики iGM, с вами Лестер и, как вы помните, в прошлый раз мы в Расте строили бронированный домик, а в следующей части я обещал вам показать, как можно вообще дом обустроить. Сейчас, как вы видите, мы находимся в другом домике, каменном, потому что был вайп и пришлось строить всё заново, так как выходили обновления, которые на сервере всё сбрасывали, но, тем не менее, я вам обещал то, что покажу, как всё можно обустроить, я вам покажу. Вот, смотрите, я тут уже немножечко мебель расставил и, думаю, начнём с самого верха. То есть, вообще, что в домике можно поставить, что вообще там может находиться? Ну, во-первых, понятное дело, сначала печки. Я вот так вот четыре штучки себе печки поставил, с помощью них я смогу, понятное дело, всё, там, печь, выпекать, различные, там, металлические фрагменты и так далее. То есть, это вещь хорошая, добывать серу, порох, руду и так далее. Вот, затем, кровать, кстати, ребят, пока почему-то не ставится, так сказать, то есть, кровать почему-то пока недоступна, хотя она уже есть, но фиг с ней. Также, вот видите, спальный мешок, это, понятное дело, логично, чтобы, если что, меня убьют, я мог появляться в своём домике. Затем поставил ящики ещё на второй этаж, в них буду собирать, складывать ресурсы, чтобы, как бы, чего не произошло. Затем, на первом этаже, вот, на первом этаже немножко уже поинтереснее. Во-первых, это у нас с вами ремонтный верстак, то есть, если у меня что-то похерилось, сломалось, я, например, могу перетащить. Ну, вот, кстати, предмет, например, ремонту не подлежит, но сейчас давайте ради интереса просто я возьму какой-нибудь любой предмет, слегка его похерачиваю, постреляю и так далее, а потом помещу его в ремонтный верстак и, собственно, посмотрю, что вообще нужно будет сделать для того, чтобы его починить, так сказать. Ну, давайте вот, условно, винтовку я себе зашкерю, так, давайте из неё постреляем вот так вот, просто, чтобы хотя бы она похерачилась. Давай, всё, и вот, смотрите, теперь я, когда её перемещаю сюда, а, ремонт не требуется, то есть, она ещё недостаточно побилась. Так, ну-ка, отдай мне винтовку-то, хитропопай. А, мне ещё патроны надо наколдовать, понятно, ну, тогда мне проще всего сделать, наверное, штурмовую винтовку и для неё патроны создать. Вот эти вот, вроде, если я не ошибаюсь. Так, давай-ка. Так, сейчас ещё её загружаем. Только, блин, жалко, в раму попал, потом придётся отредактировать её. Всё, ну вот эту уж винтовочку постреляли. Давай. Да, видите, допустим, чтобы отремонтировать, требуется 15 металлических фрагментов и 6 древесин. Если я, как бы, у меня были, например, металлические фрагменты, я бы мог отремонтировать. Да сейчас, кстати, они и будут. Тоже вам покажем. Ну, где тут металлический фрагмент? Ну, условно, как бы, много уж я себе их спаунить не буду, чтобы лишний раз инвентарь не запускать, не загружать. Но, тем не менее, давайте, вот, отремонтировали. У нас винтовочка штурмовая стала как новенькая. Вот, в принципе, ремонтный верверсестак для этого и нужен. Затем, это у нас с вами шкаф, чтобы больше никто не мог строиться, так сказать, рядом с шкафом инструментов. Затем, светильничек я поставил. И это у нас стол исследований. То есть, например, если мы можем сюда переместить, то мы можем изучить, как его делать. Видите, с 30% успехом, как делать эту винтовку, если у нас еще было бы 10 бумаги, 500 металлических фрагментов. То есть, мы могли бы исследовать и, может быть, с 30% вероятностью мы бы узнали, как ее стряпать, эту штурмовую винтовку. Но, плюс, вот, смотрите, я также не поставил костер, на котором как раз все готовить, кушать буду. Ну, вот, то есть, теперь, в принципе, я вам сейчас показал, ребят, как можно домик чего обустроить. То есть, вот, в принципе, все вещи, которые можно здесь разместить. Ну, не считая, опять же, кровати. Но, это только идет речь о местной, так сказать, мебели. Но, помимо этого, вот есть таблички, на которых можно писать, рисовать. Вот я уже как так простенькое самое сделал, чтобы было понятно, что это мой дом. Затем установил водосборник. Давайте попьем из него. То есть, это специальная конструкция, которая собирает воду во время дождей и так далее. Плюс, ребят, что еще очень интересно, вот где-то вот здесь у меня было, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну-ка, нет, пожалуй, я сейчас уже, наверное, не найду. А, нет, нет, вот, вот здесь было. Такая фишка, но это я не знаю, сколько времени занимает. Дело в том, что сейчас в игру добавили сельское хозяйство. То есть, например, смотрите, если выбрать еду, вот, корнсид, по-моему. Да сейчас давайте все посмотрим. Вот с сидом, по-моему. Вот, смотрите, добавили, во-первых, тыкву, да, мы ее скушаем. И кукурузу добавили. А вот это вот семена тыквы и кукурузы. То есть, мы можем их посадить. Давайте, вот куда-нибудь, например, сюда можем? Нет, не можем, видите, не сажать, потому что это песок. А вот, например, куда-нибудь, вот на такую вот почву плодовитую, плодоядную, видите, сажается все. Давай-ка, 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 все. Посадили семена вот тут вот в уголочке от домика. И потом, не знаю, правда, через какой период времени вырастет тыквы и кукуруза. Ее можем собрать и скушать, а потом также семена посадить. Это, по-моему, здорово. Плюс, также вот эта вот еще штука, вполне веселая вещь. Это геологическая бомба. Вот она, видите, взрывается, знаете, как помогает исследовать обстановку, так сказать, в земле. Вот, например, сейчас давайте я опять заспауню. Как раз где она? Втулс, по-моему. Вот, геологический заряд, да. То есть, например, она помогает определить, где какие ресурсы есть и немножко ресурсов раздобыть. Вот, например, смотрите, сейчас тут вот до этого, когда взорвалось, же ничего не было. А вот сейчас давайте посмотрим. Вот, видите, взорвалось и уже... Что это у нас? Серная руда. Серная руда, серная руда, камни. Хорош. То есть, видите, здесь у нас серная руда и камни находятся на этой территории. Хорошо. Ха, хорошо. То есть, видите, вот чисто вот так вот помогает посмотреть и немножечко ресурсов раздобыть. Вполне вещь такая не столько полезная, сколько интересная. Вот. Затем, понятное дело, это все здорово. Внутри домик мы с вами обустроили, но сейчас добавили очень много различных приколов и фишек, которые помогают с внешней стороны. Например, мы можем установить капканы, чтобы охотиться за кем-то. Вот, давайте поставим капканишку. Так, так, так. Например, забредет какой-нибудь зверь. Кстати, где-то кабан был. Так, 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 так. Давайте вот... Вон, смотрите, ходит. Нет. Не ходит. А вот правда где-то ходил кабан, честно слово. Ну, давайте вот сюда. Вот, условно, я его где-то здесь видел. Вот, давайте капканчик поставим, но сами в него наступать не будем. Затем, давайте, сейчас я время на сервере подубавлю. Давайте, 8 утра сделаем. Все, с утреца, чтобы все начать показывать, чтобы не стемнело и так далее. Давайте, дальше покажу вам обустройство. Как можно... Вот, во-первых, колья. Давайте единичку поставлю, но это потом. До них дойдет дело. Затем, как раз-таки, вот у нас здесь, в Constructions, есть различные типы баррикад. Давайте, сейчас я... Ой, табличку зря я. Большой, кстати, водосборник есть, то есть, чтобы воду черпать. Мешки с песком. Деревянный знак, конечно же, нужно. Металлический баррикад, каменный баррикада. Все, в принципе, больше ничего. Сейчас таблички, кстати, нахрен. Чтобы не мешались выбросить, выбросить, выбросить. Так, и сейчас вам покажу вообще типы баррикад, какие есть. Давайте, сейчас сначала их просто поставим в уголочки. А потом уже я сейчас как сам посмотрю, как чего. И, если что, дом обложим такими вот типами баррикад. Видите? Кстати, баррикады вполне такие неплохие стоят. Но мне кажется, вот Коля тоже классно может защитить. А, но, тем не менее, мне кажется, самое клевое, это вот здесь вот такая вот бетонная баррикада. Но, с другой стороны, бетонная баррикада, она тебя, если надо будет, все равно пролезут и, как бы, так сказать, раздолбают. Но, по большому счету, вот, например, давайте бетонной баррикадой все защитим. Но, предварительно, по бокам поставим Коля. Тоже, мне кажется, лишние будут вот эти вот деревянные Коля. Они вполне-вполне могут пригодиться. Давайте. Что плохо, блин, они не ставятся в... Так, не собираются кучи, видите? Один набор колев, это вот отдельная ячейка. Но, тем не менее, давайте-ка защитим свой дом. Чтобы никто не пролез в него. В случае чего. Так. Давай-давай-давай-давай. Все, сейчас обнесем все. Вот тут, блин, почему нельзя ставить? А, нет, можно. Ну же, ну же, ну же. А, ладно, фиг с ним. Все равно к непосредственно стене не подойдут. А там сторону можно подальше отодвинуть, но это уже некрасиво будет. Давайте дальше. Спауним себе их. Надеюсь, теперь хватит. Давай. И потом, кстати, вот это все баррикадкой окружим и очень здорово будет. Давай-давай-давай. Так вот. И уж, а то пошло вот так вот по одному колью, так сказать, разместим. У дома. Даже вот тут, кстати, два можно поставить. Давайте еще одни, Коля. Это уже, знаете, как, чтобы, например, неповадно кому-нибудь было полезет стену ломать. А мы ему оп и разнесем все. Теперь. Как раз-таки надо баррикады. Давайте. Мне вот, опять же, понравилась бетонная баррикада. Сейчас мы ее себе отчебучим. Хорош. Так. Сейчас главное самому в эти колы, блин, не вступить. Так. Вот так вот ставим. Опа. И пошли. Так. И вот, в принципе, ребят, сейчас давайте на паузу поставим, чтобы вас вот этим не утомлять. И уже покажу, что в итоге получилось. Так, ребят, баррикадку я поставил. Сейчас вот, я думаю, вот так вот прям покажу. Видите? Особо ровно-то не получилось. Но это, в принципе, чтобы ровно вышло, это надо реально постараться сопоставить все так вот прям тютелька в тютельку. Но вот так вот. То есть, смотрите, например, просто... Сейчас какой-нибудь дурачок придет такой, побежит, типа, ха-ха-ха, сейчас я перепрыгну, залезу в домик. И там, видите, уже начинает батрачить. И то есть, не успеет остановиться, перепрыгнет и прям на колье. Вот здесь, конечно, есть, да, пустые участки без кольев. Но это установить их не проблема. Давайте, кстати, мы сейчас это и сделаем. То есть, по сути, реально вот так вот незамысловато баррикаду воздвиг, но на нее тоже немало так ресурсов надо. Камни, в частности, плюс ее тоже надо изучить. Найти в ящике, каком-нибудь в бочке и поставить. Нет, даже коли не... А, нет, смотрите, ставится. Так, так, так. Все. Тут завал закрыт. Ну и вроде... Так, так, аккуратненько, а то сейчас шваркнет меня конкретно. Нет, здесь уже коли не ставится, баррикаду мешает. Но, в принципе, вот, ребят, такой вот вполне получается неплохой защищенный домик от всяких напастей и проблем. То есть, реально, и с инструментами, и с исследовательским столом, и с табличечкой. То есть, кто будет идти, тот уже заранее будет знать, что да, здесь нужно быть осторожным, потому что живет чувак, который реально прям может и вмазать, раз дом так хорошо закреплен и защищен. А вот тут, кстати, вот сюда мы семена сажали. Что уж из них вырастет, я не знаю, но, тем не менее, интересно. Поэтому, что ж, ребят, на этом все. С вами был Эстер. Подписывайтесь на канал IGM. Если вам хотите видеть в дальнейшем ролики по Расту, пишите в комментариях. И, собственно, увидимся. Пока.